всем привет сегодня как я вам уже и обещал мы с вами рассмотрим один из последних поединков муай тай между леандером бёнигером и претендентом из румынии павлом могу ряну этот бой состоялся в мае прошлого года 2023 года и что интересно если мы обратим внимание на само поведение бойцов во время поединка то мы увидим что претендент на звание чемпиона европы который можно сказать только только попал в профессиональную лигу не доказал свою состоятельность в поединке то есть с первых секунд боя да он начинает он берет инициативу на себя и первый раунд ему судьи присваивают по пунктам как начальную победу но это только первый раунд человек амбициозный человек с гонором но к сожалению у него нет такого опыта как у лео и вот посмотрите какие какой идет хороший размен ударами но тем не менее при таком размене ударов претендент пытается войти в клинч или просто-напросто повеситься на лео для того чтобы сбить его с толку бывает такая вот фигня фишка в боях не только в боксе но и в кикбоксе в мой тая когда они просто друг на друга вешаются ладно боксеры вешаются когда падают от усталости чтобы не упасть на пол ринга здесь специально блокирует вяжет руки для того чтобы сбить человека с его рабочей тактики вот обратите внимание опять опять хороший размен ударами хороший размен ударами но немножечко грязновато вот этот вот павел магуриан у себя ведет в плане того что он вместо ударов иногда использует обычные толчки а это увы не технично и вот во вторых не этично по отношению к своему противнику с которым ты ведешь поединок на ринге значит вот смотри да ногами он вроде бы пытается работать но не до конца вернее не так как хотелось бы увидеть честно я ожидал когда посмотрел вот этот поединок я ожидал что все-таки претендент попавший в профессиональную лигу муай тай все-таки будет вести себя более сдержанно более скованно и скажем так осмотрительно по отношению к своему противнику и будет вести красивый нормальный поединок но к сожалению несмотря на то что судьи вот вот вывалились оба вывалились несмотря на то что судьи первый раунд по пунктам отдали павлу магуриану в конечном итоге победа будет присуждена ли андро беннигер вы сами это увидите сами сделаете свои выводы кому-то может быть понравится поединок кому-то нет кто-то найдет какие-то ошибки кто-то может даже сказать что это не бойцы фиг пойми что так первый раунд у них прошел сейчас начинается второй раунд и я как раз вот просто просто вырезал тот момент где судьи показывали что по флажкам по первому раунду претендент из румынии получает пункта вот сейчас он пошел со своей тактикой на лево пытаясь выбить его за канаты ну и в результате вот он получает сейчас отработку по печени ударами ноги от лево потому что все таки разозлить такого профессионала как лево это тут я вам скажу что много ума не надо вот смотрите я хотел бы со своей стороны сказать по поводу вот это вот боя претендент из румынии он я посмотрел его последние бои за год он по моему провел четыре поединка и в этих четырех поединках он каждый раз проигрывал каждый раз проигрывал сейчас что было он сейчас просто-напросто сбил лево на на ринг это был не ног не нокдаун не нокаут он просто его сбил и естественно бой был не на несколько секунд остановлен но он думает что раз он сбил лево то можно идти на храпом вперед и достичь своей победы дальше у нас вот начинается уже немножечко грязноватая игра со стороны в первую очередь этого претендента потому что ну вместо того чтобы набираться опыта и в поединках с себе равными он сразу заявил о том что он готов по своей по своей работе готов уже к бою с чемпионом мира с чемпионом европы что из этого у нас получится я пока не знаю но вот сейчас он просто напросто зарядил лево в пах он просто зарядил ему в пах для того чтобы опять же ведя грязную борьбу выиграть пункты для себя нет и конечно некрасиво это но так от этого не уйти это бывает случайность а бывает действительно когда человек нарочно наносит такой удар чтобы дезориентировать своего противника вывести его из рабочего состояния ну что я могу сказать как говорится в бою все все способы хороши но тем не менее лево не дает себя застать врасплох и он работает в одном и том же темпе вот он только что выбил этого павла показав ему что не только этот сам претендент из румынии может выбрасывать противников за канаты на ринге ну и лево тоже дни лыком шит так вот что я хотел сказать алиот вот 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 чистых как бы случайно в отместку лево заплатил этому румыну его же монетой раз ты мне зацепил блин в паховую область то я тебе точно так же сделаю ну так слегонца вот вот такие бывают дела да ну так я хотел сказать про темп если мы обратим внимание изначально по первому раунду этого боя как лево начал работать можно сказать отдав инициативу боя своему претенденту в первом раунде по нему не видно что он или устает или стану начинает как-то медленно двигаться нет лево работает в одном и том же темпе все три раунда подряд это говорит о том что у него очень хороший багаж хороший опыт проведения боев поединков недаром человек был чемпионом мира и плюс еще четырехкратным чемпионом европы все-таки как-никак это накладывает свое свой отпечаток на спортивную карьеру человека и так у нас сейчас начинается третий раунд заключительный раунд этого боя в котором претендент из румынии павел могуряну пытался отобрать у лео пояс чемпиона европы вот так вот несколько лет от занимавшись в своем спортклубе в региональной лиге потом за сделав заявку на профессиональный спорт человек думал что он возьмет сразу титул чемпиона и соберет себе пояс что из этого сейчас получится давайте мы с вами посмотрим до конца и уже будем делать соответствующие выводы вот смотрите леву как работал в начале поединка спокойно взвешено равномерно так и работает дальше идет сейчас просто просто-напросто защитная атака вот так и именно так как лео мне говорил на защитная атака то есть выставляет руки на защиту и тут же переходит на контур удары наверное вот это тот человек который вышел против лео на поединок с этим еще не знаком если бы он отдавал себе отчет в том что он делает и что он должен делать может быть бой был бы несколько красивее был бы выглядел более-менее красочно и скажем так эстетично но мы сейчас с вами имеем то что имеем то есть лео сколько раз говорил что он ведет себя на ринге с людьми так как они ведут себя с ним но естественно главная цель у него это если вышел на ринг то победить конечно у него есть проигрыш у этого лео конечно но сколько раз поражение получал и от претендентов и от чемпионов один раз он просто-напросто даже не скажем так он недооценил своего противника и буквально со второго раунда он проиграл тогда но это было и был мой не на чемпионский титул а между какими-то ассоциациями спонсоры там выставляли какой-то денежный приз что-то такое но лео тогда проиграл потому что он сказал что я не рассчитывал на то что этот молодой парень он будет действительно как машина но возвращаясь к нашему сегодняшнему поединку вот пожалуйста минус пункты за то что этот человек схватил лео за ногу точно такой же грязный трюк мы видели когда и лонг хватанул лео за ногу вздернул его и лео упал за это снимаются пункты потому что в мой тай хватать именно вот так вот и цеплять блокировать противника нельзя вот пожалуйста еще раз он просто подцепил и бросил на пол ринга за что сейчас у него снимутся несколько пунктов за грязную работу грязная работа на на ринге скажем так некорректное поведение вот продолжается бой но тут я уже скажу что с моей стороны за вот эти вот грубые нарушения на ринге уже нужно снимать не несколько пунктов считай ну практически все заработанные потому что человек если он ведет себя грязно и грубо он должен быть за это наказан ну все что да все бой у нас закончился сейчас мы конечно увидим кто стал победителем тут все решают сейчас пункты если кто-то привык видеть окончание поединка нокаутом или нокдауном увы ребята это не так сейчас у нас судьи все четыре судьи отдадут предпочтение леандру бернегер вот эта вот медаль и кубок которые сейчас будут вручаться с участникам сегодняшнего боя лео выиграл вот пожалуйста по всем пунктам все четыре судьи отдали предпочтение леандеру а его претендент получает утешительный приз виде медали за участие в поединке всем удачи пока